Это действительно долгожданное, это наше спасение, которое нам привезли, которое мы очень долго ждали, очень долго было на границе с Украиной. Это называется термоконтейнер, здесь вот хладоэлементы, их было больше, конечно. В этой коробке в Красноярск из Украины пришел препарат Винкристин Тева. Родители детей, больных раком, покупали его сами, сами организовывали доставку. Поскольку в России израильское лекарство найти сейчас крайне сложно. Ампул теперь хватит 11 детям, которые сейчас лечатся в краевой больнице. Ольга Томилова рассказывает, вынуждены были закупить импортное лекарство, поскольку от отечественного Винкристина, у ее сына Артура и других детей сильные побочные эффекты. Самый вот последний раз, когда меня послали русский Винкристин, сначала все начиналось вот как обычно, то есть болели сначала немножко суставы. Потом через некоторое время ночью, получается, они начали болеть намного-намного сильнее. Я начал просить, получается, у мамы вот обезболивающее. Потом засыпал где-то примерно на час, просыпался от того, что ноги, получается, как будто выворачивали. Когда твой ребенок болен раком, не до патриотизма. Препараты нужны эффективные, а не российские. Отечественные лекарства, как правило, заметно хуже импортных. От нашего Винкристина отказывают ноги. Наш метатриксат сильнее угнетает печень. Российские гормональные препараты поглощать нужно буквально горстями, чтобы подействовал. Артуру нужно выпить в день 22 таблетки. Какой желудок с этим справится? А если бы мы пили германский дексаметазон, то тогда нам можно было бы обойтись двумя таблеточками. Представляете, какая разница? Ладно, большой ребенок, он может это как бы в себя засунуть, столько препаратов. А если маленький, как заставить его пить столько? Винкристин ТЭВА, который сумели доставить в Красноярск, не избавит от дефицита этого препарата. На полгода необходимо 1300 доз, а в этой коробке было всего 96. Сейчас красноярские родители ищут лекарства через социальные сети. Особо надеются на ветеринаров. У них, возможно, остался Винкристин для лечения собак. Одну такую собачью ампулу уже доставили в Красноярск из Магнитогорска. Причем сделал это не Минздрав, а обычные красноярцы, которым не безразлична судьба онкобольных детей. В правительстве, судя по всему, пока проблему с лекарствами от рака не замечают. Закон о приоритете закупок отечественных препаратов продолжает действовать. Если у зарубежного препарата есть минимум два российских аналога, то закупят их. Качество отходит на второй план. Мы сейчас со всеми сторонами, это широкий очень круг, работаем над проектом обращения к министру здравоохранения России Веронике Игоре Мискворцовой, чтобы обратить на эту проблему внимание. Ее необходимо решать, потому что вместе с Винкристином речь идет еще минимум о 29 лекарствах, которые необходимы для лечения детей от рака. Но пациенты страдают не только от импортозамещения. Минздрав в последние годы устанавливает минимальные цены на жизненно важные лекарства. Такое государственное регулирование тоже приводит к дефициту. Зарубежные компании просто уходят с российского рынка, потому что установленные цены им невыгодны. А вместе с ними уходят эффективные препараты, например, преднизолон. Его применяют при астме и других заболеваниях. Поставки на территорию Российской Федерации, преднизолона, тоже с ними были проблемы. Соответственно, у поставщиков его в нужном количестве не оказалось. Поэтому дефицит преднизолона возник по всем аптечным сетям Российской Федерации. Ну что значит дефицит? То есть у кого-то какие-то остатки остались, они, например, придерживают их на всякий пожарный случай до лучших времен. У кого-то уже ничего не осталось, потому что люди уже все купили. Перечень дефицитных зарубежных препаратов – это более 700 различных наименований. Нехватку лекарств в России замечают пациенты, журналисты, но только не правительство. Дмитрий Медведев в прошлом году, когда дефицит уже был, уверял, что все будет хорошо. Грозит ли нам дефицит лекарств? Не грозит никакой дефицит лекарств. Все будет нормально и никакого повышения цен не предполагается. Этого не будет. А по факту и дефицит есть, и цены взлетели. Из-за острой нехватки все того же Винкристина, его цены взлетели с 250 рублей за ампулу до 1400, а на черном рынке его продают за 45 тысяч. Лекарственное импортозамещение – это абсолютное зло, считают врачи, фармацевты, фельдшеры и медсестры. Потому что сейчас российская фармацевтическая промышленность не готова заместить импортные препараты, а лечить нужно не патриотизмом, а эффективными средствами, уверен врач Борис Бриль. Вообще медицина должна быть безлозной. Самое важное – это помощь пациенту. И делать любые действия, чтобы помочь пациенту. Даже если это в какой-то плане невыгодно для страны или для финансового. Дело же в том, что люди же тоже работают и приносят государству пользу. Соответственно, и государство должно делать все, чтобы здравоохранение было на уровне. И иногда идти в разрез с интересами экономическими тоже. Ольга Томилова уже давно для себя решила, почему государство с такой легкостью готово поставить на кон жизни их детей. На коны принимают те люди, которые лечатся за границей. Они лечатся качественными препаратами, они не позволяют своим родным болеть здесь, в России. Почему у нас всегда так? Почему мы заботимся? Ну, я не знаю, о чем мы заботимся. Но дети – это ведь святое, это же наше будущее, правильно? Как можно лечить их теми препаратами, которые им вредят? При всех потугах государства даже формально заместить импортные лекарства не удается. До сих пор более 60% препаратов на аптечных полках импортные. Люди за них голосуют кошельками. Виталий Поляков, Николай Чистяков. Воскресные новости ТВК.